В последнее время тиражируют минутный ролик, на котором шейх Рамадан Буты положительно отзывается об Ибн Таймии. Ибн Таймия – ученый и мучтахид, несмотря на то, что мы разногласим с ним в некоторых его мнениях, и я писал про это, но я не радикал, я не выношу ему такфир и не обвиняю его в нововведении. Один из них чуть не вынес мне такфир из-за того, что я сказал «Да смилуется Аллах над Ибн Таймией». Возможно, он вынес мне уже такфир. Ибн Таймия – ученый и мучтахид. Как видим, шейх Рамадан Буты называет Ибн Таймией ученым и мучтахидом. И далее говорит о том, что несмотря на то, что мы разногласим с ним в некоторых его мнениях, что он не выносит ему такфир, табрия, то есть не обвиняйте его в неверии, в нововведении. И есть другие его высказывания относительно Ибн Таймии, что он читал его книги, что он не обнаружил в этих книгах якобы его Тачсима. Итак, по этому поводу хотелось бы обратить внимание на существенные моменты. Итак, первое, те, кто тиражируют эти и другие высказывания Рамадана Буты, эти люди в основе не считают Рамадана Буты ни ученым, ни тем более мусульманином. Да, возможно, они считают его джахмитским каким-то ученым, но они его не считают мусульманином. И это однозначно известно из их высказываний, из высказываний их шейхов. То есть эти люди сегодня, те, которые пытаются прикрыть всю ересь, весь Тачсим, все заблуждения и внуйтайнии, словами Рамадана Буты, это те люди, во-первых, которые в свое время открыто называли его Тагутом, называли прихвостем Тагутов, называли там разными оскорбительными именами, то есть выносили явный Тахфир, тем более везде тиражировали его, скажем, выступление на фоне того, что он стоит рядом с Башаром Асадом. Почему бы вот этот ролик мне тиражировать еще раз? Вопрос возникает, вот если эти слова взяты во внимание Рамадана Буты относительно того, что он сказал про имену Таимии, вообще, значит, нужно во внимание обратить другие его высказывания, правильно? Если кто-то скажет, что это не так, то вопрос возникает. Ребята, вы вообще считаете его мусульманином? Считали когда-нибудь? Вы знаете, что именно после его убийства, убийства мечети, ни на рынке, ни в каком-нибудь клубе, а именно в мечети, когда он ставил уроки, уроки по Тахфиру, то есть по шариатским дисциплинам, именно все без исключения ваххабистские шейхи, начиная от самых таких, в кавычках салафитских, таких как Мухаммад Салих Аль-Мунаджид, которые сегодня, кстати, тоже сели в тюрьме, заканчивая более, скажем так, в кавычках умеренными, такие как Юсуф Аль-Кардау и другие, все без исключения радовались. Они не скрывали своей радости. Они выступали в мембарах, выходили на телевидение и открыто говорили, то, что я своими глазами видел и своими ушами слышал, как тот же Салих Аль-Мунаджид и тот же Юсуф Аль-Кардау и другие, говорили халака, то есть халака, то есть умер, погиб, то есть он нашел свою погибель. Никто из них не говорил про него, рахимагу Аллах даже. Да помилуйте в Аллах. Удивительно получается, люди выносили ему Тахфир, считали, что и там есть другие высказывания, где они говорят, вот он был на службе Тахфу, так если он был на службе Тахфу, если он умер смертью Джахилии, как они считают, если он не являлся вообще для них мусульманином, то с какой стати сегодня слова такого человека, которому они давали такую оценку, берутся во внимание относительно Ибр-Нитеймиди. Это первый момент. Второй момент. В конце вот этого ролика он говорит о том, что когда ягод однажды, то есть Рамадан Буты говорит, шейх Рамадан Буты, рахматуллах алейхи, когда говорит, я сказал про Ибр-Нитеймиди, рахматуллах, говорит, что мне не выносит Тахфир или там возможно кто-то из них выносит Тахфир. Теперь вопрос. Его убили те, кто вот так отнесся к нему за его позицию по отношению к Ибр-Нитеймиди или все-таки его убили, вынесли Тахфир почитатели Ибр-Нитеймиди, хариджи, принцы вот этих хариджитов? Как вы думаете? Кто убил? Те, которые не признают Ибр-Нитеймиди, скажем так, мусульманским ученым? Да, вопрос сейчас с ученым отдельно поговорим. То есть не признают его из числа Аглю Сунна, называют его муджасимым явным, считают, по факту так оно и есть. Или же все-таки те, которые выросли на книгах Ибр-Нитеймиди, те птенцы хариджитов из Даиш и других вот этих, скажем так, организаций, кто? Очевидно, что именно те же самые ваххабиты, те же самые муджасима, мушабиха, те же самые хариджиты, которые сегодня переводят эти ролики, озвучивают их, их же собратья, их же друзья, их же коллеги по цеху, они же ему вынесли Тахфир, и они послали человека, они его убили. Обратите внимание на вот это лицемерие, когда сами выносят ему Тахфир, считают его кафиром, Тагутом, или мин ансары Тавагет из числа помощников Тагутов, считают Джахмитом, обвинив неверие, взрывают, убивают его в мечети, потом, даже после убийства в мечети, потом их же шейхи, не важно, как кто, к кому относится, все они, вот, начиная, еще раз повторяю так, от явных вот этих саудийских шейхов Муджасима, которые радовались, заканчивая вот этими праихвановскими, такими, как Аль-Кардав и другие, они все радовались его смерти, они все считали, что он умер смертью Джахилии. Третий момент. Еще при жизни Рамадана Буты, его ученики, те, которые изучали эту тему, в частности, тот же шейх Абдул-Гадил-Хусейн и другие, тот же шейх Саид Фуда, хотя Саид Фуда я не считаю, что его ученики, я имею в виду, что, кто изучали трудивные темы, они еще тогда выступили и сказали о том, что Рамадан Буты не является специалистом в этих областях. Да, он был мусульманским ученым, ученым из числа Аша-Ира, из числа Аглют-Тасавуф. Но Рамадан Буты не был мутахасисом в вопросах исследования Турдова и Ибрин-Таймии. По этому поводу тот же шейх Саид Фуда, Хафиз Агулла, открытие, сказал, что если, к примеру, взять 100 книг, условно говоря, если принадлежат, допустим, Ибрин-Таймии, если Рамадан Буты прочитал примерно 10 книг, и на основе вот этих прочитанных 10 книг, это условно берем, он говорит, я не нашел, не обнаружил в Турдах и Ибрин-Таймии Тачсим, он говорит, я прочитал более 90, и я обнаружил. Если, к примеру, в процентном соотношении из 100, в 10 книгах, вот этих коротких, таких как или в каких-то книгах, он не обнаружил, допустим, прочитав их, что там нет Тачсима, но в таких книгах, как и других книгах, которые переполнены и Тачсимом, и Тачсимом, и Табди'ом, и Ученик Ахру Сунна. Рамадан Буты не писал труды относительно Ибрин-Таймии, он не занимался исследованием его трудов. Те, кто занимались, те, кто являются именно специалистами в этой области, еще при его жизни указывали на это. Его ученики, в частности, шейх Абдин-Гадир Хусейн тоже Хафиза Гулла сказал о том, что он не занимался исследованием этих вопросов, у него были труды в других областях. Ну и что, что Рамадан Буты сказал, теперь мы говорим, да, считая его мусульманским ученым, рахмагуллах, в отличие от тех, кто сегодня тележирует этот менее чем минутный ролик, говорит о том, что вот ваш шейх сказал, так вы определитесь, вы его признаете мусульманским ученым, шейхом, вообще мусульманином, и всегда заявите об этом вслух, скажите, да, он был мусульманином и мусульманским ученым. Если нет, вопрос возникает, если вы носили и выносили ему такфир, считали, считаете его из числа там ансаврут-тавагид, помощник в Тауту, то слова такого человека разве по шариату берутся во внимание? Конечно нет, не берутся. Теперь четвертый момент, слова шейха Рамазана Буты, что он являлся ученым и муштагидом. Ну хорошо, прекрасно. Кады Абдин-Джаббар, слышали о таком? Один из крупнейших ученых из частей Муты Азилитов тоже являлся ученым и муштагидом. Серьезные труды по усулю, которые признает ученые сообщества. А чем он наступал в Муты Аймии? Тем, что он Муты Азилитом был? Так, Муты Азилиты ближе к Ахуле Сунна, чем Мужасима и Мушаббиха, во главе которых стоит в Муты Аймии. Муты Азилитов основоположник Муты Азилитов тоже был ученым и муштагидом. Он был учеником, то есть посвящал кружки здания Таби'инов и Хасани Рубасри рада я Аллаху и что? Что это меняет? Его же современником был Мукатир и Блин Сулейман Мужасим, о котором сказано. И имамы сказали, такие как имам Абу Ханифа, имам Аш-Шафи, что он был Мужасимом. Имам Абу Ханифа рада я Аллаху сказал о том, что к нам пришли две напасти из Харасана. Это Джахм, то есть Му'аттил Джахм и Бн Сафван основоположник секты Джахмитов и Мушаббих, то есть уподобленность Мукатир. Ибам Аш-Шафи, рада я Аллаху и вовсе назвал его Мужасимом. А сегодня ваххабиты пытаются защитить Тафсир Мукатир и Бн Сулеймана, потому что он исполнен, переполнен идеями Ташмиха и Тачсима. Вопрос. Наличие вот этих знаний, они каким-то образом повлияли на то, что они относятся к истине? Нет. Мукатир и Бн Сулейман жил еще во времена младшего поколения Таби'инов. Пятый момент, что касается высказывания шейха Рамадана Буты относительно того, что несмотря на то, что мы разногласим с ним в некоторых его мнениях, шейх Рамадан Буты глубоко ошибается в том, что мы расходимся с ним разногласим и расходимся с ним в некоторых его мнениях. Нет, не в некоторых мнениях. Более знающие, чем Рамадан Буты, такие как Хафиз Аль-Арак указали на то, что Ибн Таймия нарушил Ижмаа в более чем 60 вопросах, в более чем 60 вопросах нарушил Ижмаа единогласия мусульманской общины. Большинство из этих вопросов это вопросы, касающиеся вероубеждения. Откуда взял Рамадан Буты, что в некоторых вопросах? И почему мы должны доверять религию, высказываемым Рамадан Буты и на основании того, что сказал Рамадан Буты рахматуллах делать выводы относительно личности Ибн Таймия и того, что оставил после себя Ибн Таймия. Вся секундная умма, все проблемы, которые сегодня есть, это благодаря вот этой ереси Ибн Таймии, который перенял эти идеи от каррамитов, от салимитов и прочих заплучших еретиков из числа мушабиха и мучасима, и потом эти идеи перенял на свой изложил и интерпретировал основоположник ваххабизма Ибн Абдул-Вухаб и вот по сегодняшний день мы сегодня находимся в том положении именно благодаря такфиру, табдию, изложенному в книгах Ибн Таймии. Поэтому здесь мнение Рамадана Буты не может быть принято во внимание. Тем более, еще раз повторяю, что те ученые современные, которые ничем не уступают Рамадану Буты в этом вопросе, да наоборот, они являются мутахасисами, такие как Шейх Саид Фуда, который исследовал эти вопросы, прочитайте его труды, прочитайте его книгу Аль-Кашеву Сагири или прочитайте вот двухтомную его работу, вот первый том Аль-Шарху-Ль-Кабир Аль-Акират-Тахавия в двухтомах вот таких Шарх на Аль-Акират-Тахавия где он подробно разбирает и разъясняет все вопросы связанные с откладениями Ибр-На Таймии и тех, кто был после него вплоть до современных ваххабистских шейхов касающиеся вопроса вероубеждения. Поэтому тиражируя ролик с высказываниями Шейха Рамадана Буты если кто-то пытается тем самым утвердить свою вот эту шаткую основу тем, что вот он хорошо отзывался значит вот ваши шейхы о нем говорят нет наши шейхы не говорят нас устраивает больше высказываний современников Ибн Таймии то есть нас больше интересует и мы больше то есть их высказывания и мы больше доверяем в этом вопросе не тем которые что-то вычитали из его творчества а именно современникам таким как имам Ибн Джамая таким как Муфассир Абу Хаян Аль-Андалуси кстати Абу Хаян Аль-Андалуси который родился в 654 году и умер в 745 году то есть он родился на 7 лет раньше до Ибн Таймии и умер 17 лет спустя после Ибн Таймии то есть вся жизнь Ибн Таймии у него на глазах прошла и он с ним встречался он с ним общался он с ним беседовал он с ним вел диспуты и в конечном итоге в своем тавсире под названием Ан-Нахр-Аль-Маад в первом томе это трехтомный тавсир у него есть еще другой многотомный Аль-Бахр-Аль-Махид вот в этом сокращенном варианте Ан-Нахр-Аль-Маад в первом томе в толковании к Аяту-Курси в тавсире он открыто пишет что он читал то что написал Ибн-Таймия рукой я явно его тачсим о том что Аллах сидит на троне и свободным остается расстояние в четыре пальца куда он усадит пророка Мухаммара и после этого до конца своих дней говорят муфассир Абу Хаян Аль-Андалюси проклинал Ибн-Таймию за его убеждение далее такие имамы как Таффи и другие которые выявляли его ересь его ложь как в вопросах вероубеждения так и в вопросах фикха но на котором был иджма такие как о дозволенности посещения могилы посланника Аллаха салли Аллаху то что дозволено никто до Ибн-Таймия не говорил то что запретил Ибн-Таймия аль-Харрани поэтому попытки вот так увести в сторону обвинения там от Ибн-Таймия в его тачсиме в его табдиа в его ереси словами скажем так одного человека из числа наших современников тем более того кого они сами считают там ашаритским джахмитом сами считают его помощником тагутов сами выносили ему такфир сами на основе этого такфира его взорвали убили и эти же люди сегодня пытаются его словами прикрыть вот эту всю ересь Ибн-Таймия она не выдерживает никакой критики Барак Аллах фейкум وآخر джавана أن الحمد لله رب العالمين